Александр Вакулич, игрок ССК. Александр, во-первых, с победой. Вы сегодня остались в запасе. Как для вас смотрелась игра скамейки в первом тайме? Ну, хорошо. Мы подавили «Спартак». Забрали инициативу. Было много моментов. Могли забивать больше. Но также и «Спартак» хорошо играл. Могли даже пропустить. Так что, ну, футбол был хороший. Но я думаю, победа заслуженная. Перевес большой был у армейцев в первом тайме. На ваш взгляд, почему всего один мяч смогли забить? Ну, это реализация. Будем работать в дальнейшем на тренировках. Реализация будем работать. И в дальнейшем, думаю, будет все хорошо. Своим выходом на поле просто по своим ощущениям довольны или можете больше? Нет, могу намного больше. Не вошел в игру так, как хотел. Могу намного больше. Будем тоже работать. Первую встречу из первого круга хорошо помните? Есть какие-то счастливые отличия? Тогда просто повеселее было. Ну да, тогда, конечно, 6-0 мы выиграли. Но «Спартак» намного прибавил. Очень много хороших моментов у них было. Они могли нам забить. А в той игре мы очень забрали всю игру почти. И 6-0, конечно, там... Но сейчас «Спартак» прибавил. И хорошая команда. Александр, спасибо. И удачи вам в этом сезоне. Спасибо. Егор Сысоев, нападающий «Спартака». Егор, забить не получилось как в первом круге, так и во втором. Чего здесь больше? То, что «Спартаку» тяжело было против «ССК» или «Армейцы» настолько хороши, по вашим ощущениям? Знаете, в первом тайме игра была достаточно равной. Мы могли первыми забить, открыть счет, но нам не очень повезло. Там был спорный момент с ударом головой. Пропустили первыми и немного рассыпались. Думаю, из-за этого поражения. Как считаете, вот оставшиеся матчи, которые по большому счету серьезной турнирной мотивации не инсут, чем важны для вас, вот именно как для игрока в первую очередь? Во-первых, это развитие. Во-вторых, мы «Спартак», у нас осталось 4 игры, мы должны взять очки по максимуму. Мы играем за свою эмблему, за своих болельщиков, поэтому мы будем стараться побеждать. То, что вот «ССК» в первом тайме практически не давал «Спартаку» выходить, во втором периоде чуть удалось переломить или «ССК» ослабил давление на ваш вкус? Я думаю, в раздевалке нам удалось чуть встряхнуться, во втором тайме удалось немного переломить ход игры, но пенальти все решил. Спасибо, удачи вам в оставшихся матчах. Дмитрий Игдисамов, главный тренер «ССК», тренер-победитель сегодня. Дмитрий, во-первых, поздравляем вас с удачной игрой. И первый вопрос, на ваш взгляд, «ССК» вроде бы неплохо работал в первом тайме, но всего один мяч сумел забить. Как вы думаете, почему? Во-первых, спасибо за поздравление. Не смогли мы забить больше одного мяча, потому что соперник оказывал достойное сопротивление. Где-то «Вратарь» здорово сыграл, но где-то реализация наших моментов, наверное, техническое исполнение подвело. Но я считаю, что если бы мы в первом тайме забили бы 2-3, наверное, был бы более справедливый итог. Есть ли какая-то информация по здоровью Глебу? Нет, пока нет. Вот хочу сам пойти узнать. Не знаю, пока ничего не могу сказать. Скажите, замена, удачный выход Ченчикова, это так совпало? Или вы прям планировали примерно в этот период времени выпускать тех ребят, которые оказались в конечном счете на поле? Мы планируем замены всегда, по времени. Мы не можем сказать, когда точно они произойдут. Мы смотрим по состоянию тех игроков, которые находятся на поле. Мы видели, что увеличились разрывы между линиями, и стало много переходов. Это говорит о том, что футболисты устали, начали принимать неправильные решения и не добегать в свои позиции. Поэтому нужно было освежить игру. Вышли ребята, которые поддержали этот темп, и получилось забить. Как считаете, получится все-таки ЦСКА побороться за первое место, поскольку плотнейшая ситуация в очках? Следите за этим, конечно же. Конечно, получится. Почему нет? Я думаю, что мы в чемпионской гонке. К каждой игре подходим отдельно. Вперед не забегаем. Рассматриваем самого ближайшего соперника. Шаг за шагом идем. Спасибо еще раз. Удачи вам в следующих матчах. До свидания. Олег Кужев, главный тренер Спартака сразу после матча с ЦСКА. Олег, я наблюдал за вами внимательно. Вы очень много думали по ходу этой встречи. О чем, если не секрет? Я думал по игровым моментам. Плюс корректировки у нас были вынуждены замены. Поэтому думал перестраивать как игру и по заменам. ЦСКА очень высоко накрывал в первом тайме. Как вы считаете, удалось хотя бы частично с этим справиться ребятам во втором тайме? Во втором тайме, я думаю, да, частично удалось с этим справиться. Единственное, что допустили в обороне индивидуальные ошибки, после которых были забиты мячи. Следующая игра уже с локомотивом. Будет как-то глобально состав меняться или будет двигаться та же обойма в остаток сезона, который работал на протяжении всего времени? Нет, но с та же обойма. Единственное, что сейчас посмотрим, какие травмы получили ребята. Потому что там кто-то, я думаю, что в следующей игре сыграть не будет. И плюс перебор карточек. Поэтому будем думать исправлять ситуацию. Спасибо, удачи вам в следующих матчах. Спасибо. До свидания.